Всем привет! В этом уроке мы с вами пройдем wish, желать. You can say I wish you luck, all the best, a happy birthday, etc. Вы можете сказать я желаю тебе удачи, всего наилучшего, счастливого дня рождения и так далее. I wish you all the best in the future. Я желаю тебе всего наилучшего в будущем. I saw Mark before the exam and he wished me luck. Я увидел Марка перед экзаменом и он пожелал мне удачи. We say wish somebody something. Мы говорим пожелать кому-нибудь чего-нибудь. Like a happy birthday, etc. Удачи, счастливого дня рождения и так далее, да? But you cannot say I wish that something happens. Но вы не можете сказать, что вы желаете, что что-то случится или что-нибудь, чтобы что-нибудь случилось. We use hope in this situation. For example, I'm sorry you are not well. I hope you feel better soon. Not I wish you feel. Мы используем hope, то есть надеяться в данных случаях. Например, я сожалею, что ты нездоров. Я надеюсь, ты почувствуешь себя лучше скоро. То есть не я желаю, что ты почувствуешь. Да. В русском языке это нормально, да, сказать, я желаю тебе скорейшего выздоровления там или там еще чего-нибудь. Но в английском, видите, для глаголов используется, для действий используется hope, надеяться. Compare I wish and I hope. Сравните, я желаю и я надеюсь. I wish you a pleasant stay here. Я желаю тебе приятного пребывания здесь. I hope you have a pleasant stay here. Я надеюсь, у тебя будет приятное пребывание здесь. Здесь, видите, у тебя будет. Это как бы глагол действий, поэтому hope используется. И не I wish you a half, not I wish you a half. То есть если hope, если have, тогда I hope. I hope you have. Мы также используем wish, чтобы сказать, что мы regretали что-то. Что-то не так, как мы бы хотели. чтобы это было. Когда мы используем wish этим образом, этим путем, таким образом, when we use wish in this way, we use the past, new, lift, etc. Мы используем прошедшее. То есть знал, жил и так далее. But the meaning is present. Но значение настоящее. Вот примеры. I wish I knew what to do about the problem. I don't know and I regret this. Я бы хотел, чтобы я знал, что делать насчет проблемы. Я не знаю и я сожалею об этом. Все сейчас, в настоящее время. Я бы хотел, чтобы тебе не надо было идти так быстро. You have to go. То есть тебе надо идти. Do you wish you lived near the sea? Ты бы хотел жить возле моря? You don't live near the sea. Ты не живешь возле моря. Jack's going on a trip to Mexico soon. I wish I was going too. Jack скоро едет в путешествие в Мексику. Я бы тоже хотел, чтобы я поехал. Я бы хотел, чтобы я поехал тоже. I'm not going. Я не еду. Видите, здесь везде I wish I knew. I wish you didn't. Do you wish you lived? I wish I was. Везде past, но значение настоящее. Значение сожаления о настоящем. Даже в русском. Я бы хотел, хотел как бы прошедшее, да? Но на самом деле вы просто воображаете ситуацию и говорите о настоящем. Да. Для того, чтобы сказать, что мы сожалеем о чем-то в прошлом, мы используем wish и плюс had. Знал бы, сказал бы и так далее. I wish I'd known about the party I would have gone if I'd known. I didn't know. Я бы хотел, чтобы я знал о вечеринке, и я бы пошел, если бы я знал. Я не знал. I didn't know. It was a stupid thing to say. I wish I hadn't said it. I said it. Это было глупой вещью для сказания, для сказания. Короче, как бы перевести по-нормальному. Было глупо сказать такое. Я бы хотел, чтобы я не сказал тогда такого. Или я сожалею о том, что я сказал тогда такое. I said it. Я сказал тогда такое. I wish I could do something equals I regret that I cannot do it. Я бы хотел, чтобы я мог делать что-либо равно, и я сожалею о том, что я не могу это делать. I'm sorry, I have to go. I wish I could stay here longer. But I can't. Я сожалею, что мне надо идти. Я бы хотел, чтобы я мог остаться здесь подольше. Но я не могу. I've met that man before. I wish I could remember his name. But I can't. Я встречал этого мужчину или человека раньше. И я бы хотел, чтобы я помнил его имя. Хотел бы я помнить его имя. Но я не помню. But I can't. I wish I could have done something equals I regret that I could not do it. Я бы хотел, чтобы я смог сделать что-либо равно. Я сожалею, что я не сделал этого или что я не мог сделать этого. I hear the party was great. I wish I could have gone. But I couldn't go. Я слышал, что вечеринка была классная. Я бы хотел, чтобы я тогда смог сходить. Но я не смог тогда сходить. You can say, I wish somebody would do something. For example, Вы можете сказать, я бы хотел, чтобы кто-то сделал что-то. Например, I wish it would stop raining. Я бы хотел, чтобы дождь прекратился. It's been raining all day. Tanya doesn't like this. It's been raining all day. Tanya doesn't like it. She says, I wish it would stop raining. Шел дождь весь день. Таня не любит этого. Тане не нравится такое. И она говорит, Я бы хотел, чтобы дождь прекратился. Таня would like the rain to stop. But this will probably not happen. Таня хотела бы, чтобы дождь прекратился. Но это, скорее всего, не случится. Мы используем I wish... Would... When we would like something to happen or change. Usually the speaker doesn't expect this to happen. Мы используем I wish... Бла-бла-бла... Would... Когда мы хотим, чтобы что-то изменилось. Или что-то случилось. Обычно говорящий не ожидает, что это случится. Вот. Таня говорит, I wish it would stop raining. Но она не ожидает, что дождь прекратится. Но она не ожидает, что дождь прекратится. А... Телефон уже звонит на протяжении пяти минут. И... Я бы хотел, чтобы кто-то ответил на него. I wish you'd do... You would do... Something... Instead of just sitting and doing nothing. Я бы хотел, чтобы ты сделал что-нибудь. Вместо того, чтобы просто сидеть и ничего не делать. You can use... I wish... Бла-бла-бла... Wouldn't... Бла-бла-бла... To complain about things that people do repeatedly. Вы можете использовать I wish... Бла-бла-бла... Wouldn't... Бла-бла-бла... Для того, чтобы пожаловаться о вещах, которые люди делают повторно. I wish you wouldn't keep interrupting me. Please don't interrupt me. Я бы хотел, чтобы ты не прерывал меня. Пожалуйста, не прерывай меня. I wish you wouldn't keep interrupting me. Мне кажется, очень полезная фраза, когда особенно вы будете где-то говорить или держать речь, там, выступать где-то. Если вас будут прерывать, вы можете сказать, I wish you wouldn't keep interrupting me. Но это будет больше звучать как жалоба. Не как просьба прекратить прерывание, а как высказывание просто своего недовольства. Мы используем I wish... Да, тогда вы это... Ладно. Хотел сказать, но потом передумал. Ладно. Ладно. Мы используем I wish... Ладно. 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 каким-то определенным образом вот еще раз we use I wish bla 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 would to say that we want something to happen but we do not use I wish bla 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 would to say how we would like things to happen how we would like things to be compare, сравните I wish Sarah would come I want her to come but I wish Sarah was over here now not I wish Sarah would be I wish Sarah would come равно I want her to come я хочу чтобы она пришла здесь я желаю чтобы Sarah пришла да я бы хотел чтобы Sarah пришла я реально хочу чтобы она пришла I wish Sarah would come I want her to come I wish Sarah was over here now not I wish Sarah would be а здесь он просто говорит что он бы хотел чтобы она здесь была Здесь видите, он говорит, что он хочет, чтобы Сара пришла. А здесь он как бы сожалеет о том, что Сары здесь нет. Да, вот поэтому здесь говорится, что мы используем I wish would для того, чтобы говорить о чем-то, о чем-то таком, что мы хотели бы, чтобы это произошло. Здесь видите, I wish Sarah would come, вы хотите, чтобы Сара пришла, и поэтому вы так говорите, I wish Sarah would come, вот вы хотите, да. Но когда вы хотите выразить сожаление, да, что-то не так, как вы это хотели бы, чтобы это было, да, things to be, да, how you would like things to be. Тогда вы используете wish для выражения сожаления или для выражения того, чтобы, да, что для выражения сожаления, для выражения того, что вы хотите, чтобы вещи были каким-то определенным образом, вы не можете уже использовать I wish would, вы должны использовать I wish и was passed. I wish Sarah was over here now. То есть он здесь уже как бы сожалеет о том, что Сара не здесь, или вы здесь уже сожалеете о том, что Сара не здесь, и для этого вы используете I wish Sarah was here now, а здесь I wish Sarah would come. То есть здесь вы реально высказываете желание, надежду на то, что Сара придет, а здесь просто сожаление о настоящей ситуации. Поэтому, когда вы выражаете сожаление по поводу того, что вещи не такие, как вы хотите, да, вы используете I wish, и вы не можете использовать I wish. I wish would. Wish would это только для... Для того, что вы хотите, чтобы случилось. Вот еще пример. I wish somebody would buy me a car. Я бы хотел, чтобы кто-то мне купил машину. И... Но... But... Но я бы сказал и... I wish I had a car. Я бы хотел, чтобы у меня была машина. Not I wish I would have. То есть не I wish I would have. Видите, обратно. Когда вы хотите, чтобы что-то случилось. I wish somebody would buy me a car. Я хочу, чтобы кто-то купил. Я бы хотел, чтобы кто-то купил мне машину. Я использую I wish, would, и дальше глагол, да. Как здесь wish, would, и глагол. Ну, то есть неплохо было бы, если бы это случилось, да. I wish Sarah would come. I wish somebody would buy me a car. Я бы хотел, чтобы Сара пришла. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь купил мне машину. Тогда вы используете would. А когда вы сожалеете о чем-то, вот... Я бы хотел, чтобы Сара была здесь. Или я бы хотел, чтобы у меня была машина. Да. То есть вы просто воображаете ситуацию. И сожалеете о том, что это не так. Вы должны использовать wish и прошедшее. Wish и had. И wish и was. Вот. То есть здесь вы не можете использовать not I wish I would have. Здесь уже вы не можете wish и would использовать. Потому что это просто выражение сожаления по поводу воображаемой ситуации. Или, к сожалению, по поводу реальной ситуации. И высказывание воображаемой ситуации. Уф. Из грамматики это все. Вроде на этот урок. Из грамматики это все. Здесь упражнения. Сами можете их сделать. I wish you would do exercises. Вот они, упражнения. А в следующем уроке уже у нас начинается новый блок тем. Passive. Может быть мы их пройдем тоже. А на этот урок это все. Спасибо за внимание. Нажимайте на рекламу. Подписывайтесь на мой канал. И пока.